Сдержавленных сложностей не было. На темно-голубом эфире золотая плавала луна. Это что? Ям. Ям? Четырех стопный. Все хорошо. Отлично. Молодцы. Так. Встретился ли кому-нибудь шести стопным ям? Майковит. Так. Много кому? Пускай будут рады. Я тот же, что и буду, буду весь мой век. Ни скот, ни дерева, ни раб, ни человек. Давайте это запишемся. И с этим наша сегодняшняя тема будет связана. Я тот же, что и был. Я тот же, что и был. И буду весь мой век. Выточие. Ни скот, ни дерева, ни раб, но кто? Человек. Человек. Вот густишье. Александр Николаевич Родич, который во многом выражает то, во что он верил. То есть его предо. Что это значит? Давайте попросим. Вот кто я? Кто герой этого стихотворения? Человек. Человек. А почему мне сказать короче? Я человек. Нет, ну вытяжи бывают тоже разные. Свободы, работа. Итак, я не скот. Я не животное. Я напоминаю, что слово скот, как из 18 века значено, просто бессловесная тварь. Животное. Правда? Может быть, кто-то помнит Митрофанушку. А если не помнит, то потом прочтете Митрофанушку из комедии Дениса Ивановича Форризина «Митрофанушку». Там над ним так неявно издевается учитель. Кто такой Митрофанушку вообще? Помните? Нет. Дворецкий сынок, который не хочет учиться. Ну не хочет, ну лень ему. К нему приходит учитель по словесности, вроде меня. И по математике, вроде Александра Васильевича. И они начинают его учиться. Учитель по словесности помнит, помнится, говорит ему. Ну как, Митрофанушка, определил ты части речи? Ну да, говорит тот. Ну и какие они есть? Говорит, существительно да прилагательно. Ну хорошо, вы учите. Вот, например, дверь существительная или прилагательная? Митрофан, почесав сатылки, отвечает. Ну вот смотри, которая дверь. Вот, например, вот та существительна. Потому как она отдельно существует. Ее еще на петли не привесили. А вот эта прилагательна. Потому как она к своему месту прилагается. Вот, примерно так, Митрофан обсуждает. Учитель, в конце концов, не выдерживает, начинает именовать диктант. Аз есмь скот. Митрофан послушно пишет. Аз есмь скот. А не человек. Тот записывает. А не человек. При этом под скотом заменится особого обзывательства. Тогда не пополагалось. Скот – это всякая бессловесная тварь. Что значит? Бессловесная, понятно? Т.е. та, которая не имеет возможности выразить какие-то свои мысли, чувства, даже если они есть слава. Бессловесная тварь. Скот. Но при этом у Митрофана есть дядя Скотинин. Не случайно имя такое, да? И Тимофей Скотинин больше всего любит своих животных, которых он разводит. Бегей. Помните? Помните? То есть всем этим он виден, нам хочется сказать, что Митрофан как раз и есть старее Скот, чем человек. И у него Скот получается не просто бессловесная тварь, а некое непросвещенное создание, которое не умеет двух слов связать. Дальше. Не Дегина. Ну это понятно. Не РАП. Это тоже очень хорошо. Я не починаю, если я свободно вычиняю. Я не РАП. Я свободно вычиняю. Я свободно вычиняю. Какое курицу тогда РАП? РАП. 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 Ты что, я не РАП? Нет, РАП. Я не работаю ни на кого. Я не работаю насильно, совершенно верно. При этом само слово РАП опять-таки не имело оттенка презрения. Двадцатью годами спустя Гаврил Романович Державин спокойно пишет, описывая деревенскую жизнь помещикам. Пьет полдня час. Рабы к столу служить бегут. Это как нормально? Рабы к столу служить бегут. И вот тоже главное песок. У меня Державин, какой песка вот этого не было бы. Это так. Какого песка вот этого не было? РАП. Его крестьянин, к которому, я вас уверее, он очень хорошо относился, воспитывал, лечил, учил лет детей. Они были для него романами. Не забудьте, это было каких-нибудь 200 лет назад. Вот так на всякий случай. Мы с вами страна, в которой крепостное право закончилось когда? В 1861 году, то есть сколько лет назад? Отсчитайте. Всего-навсего 150 лет назад. Всего-навсего 150 лет назад. Много это или мало? Относительно, это правильно. Относительно. Что такое 150 лет? Жизнь была верная двух или трех поколений. Правда? Двух. Двух. Ну, кому двух, кому трех. Это не важно. Для сравнения. Мой дед родился, когда не прошло и 30 лет после отмены крепостного права. Родился в 1888 году. Всего-навсего. Это действительно было не так давно. И вот родители в конце 18 века утверждают, что я не скот. Это понятно. Я не дерево. Это тоже понятно. Я не раб. И что всему этому противопоставляется? Что чему ты можешь противопоставить? Я человек. Человек. Конечно, не случайно. Это ритма. Очень простая. Век. Человек. Очень частая. Уже во времена родящего. Частая. Наверное, в самом слове «человек» отразилась. И слово «век» тоже. Согласитесь. Человек. Конечно. Что такое «человек»? Это «человек». И что это «человек» или «век»? То есть тот, кто живет век. Возможно. Поэтому разному это слово истолковывали. Человек – это не «чело века». То есть как бы его лоб, его лицо. Человек – это и сила разума. Потому что «чело» – это не только лоб. Это еще и то, что внутри. Правда? Да. Оно вечное. А теперь давайте вернемся к этому стилю. Он неизменен. Я тот же, что и был. И был весь мой век. Что это за размер? Это шестистопный ямб. Это шестистопный ямб. Прекрасно. Есть ли примеры еще шестистопного ямба в ваших распечатках? Наверняка есть. Наверняка есть. Так. Ну как? Майкова. «Движение новое земной воспринял шаг. За деньги всякий всем давать застал давать. Тогда осыплась земля всей бром и златом. А дать ей взросла. А дать ей можно брать. Майкова». «Движение новое земной воспринял шаг. За деньги всякий всем даваться стал товаром. Тогда осыпалась земля злебром и златом. Богатый без родства богатому злобрату». Так. Хорошо. Еще примеры. Пожалуйста. Громко машу слух. Красиво. У меня лучше. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. По образу какой царице ты одета. Мастушка или где сидишь у шалаша. Всех ты чудо света. Во всех являешься прекрасным божеством. И только ты одна. Прекрасные портреты. Возможно... Можно комментарий какой-нибудь сказать? «Барышни крестьянки». Помните? «Ипиграф к барышни крестьянки». Конечно. Отлично. Свет, молодец, что вспомнила. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Да? Вот этот стекло – первая строчка знаменитой поэмы XVIII века, которую мы давным-давно забыли. А Пушкин назвал наизусть. Эта поэма болит Федоровичу Магдановичу. Она так и называлась – душенька. Поэма написана вольным ямпом. Вот этот кусочек, конечно, это шестистопник. Один кусочек – здесь попался одна строчка. Трёстопная, да? Правда? Но поэма написана вольным ямпом – это правда. Мы сейчас действительно душеньку замыли. И я вас уверяю, в этом нет ничего страшного. Это не потому, что мы такие глупые, а Пушкин такой умный. Просто написалось хорошо писать. Это просто было написано за 30 лет. До рождения Пушкин. И он это прекрасно знал. Это входило в его прочтение. Но тем не менее мы сейчас можем с вами душеньку почитать. Там и занимательный сюжет. Душенька – это героиня. Это душа. Это психия. Кто такая психия? Психия. Психия. Психика. Это наука о? На душе. На душе, конечно. Психия – это и есть душа. Душенька. И эта душенька, психия влюбляется в амбура. Это сказка. Время не смешная. Когда она представляется, например, кто же она такая. Она говорит – я душенька, люблю амура. Я вдруг заблакала, как дура. Добавляет автор. Это и притча. О том, как душа встречает жениха своего. И о том, как молодой ум, молодая психика, познает науки, познает мир, познает в конце концов всю Вселенную. Кому будет интересно? Полит Федорович Богданович. Душенька. Одна из тех книг, на которых воспитывался Кошкин. Я вас уверен. Хотя и сама Душенька, в свою очередь, имеет под собой французские образцы. А раньше французы – античные. Но в этом нет ничего страшного. Итак, мы увидели шестистопник. Много где? Скажите, пожалуйста, не хотелось ли вам этот шестистопник на какие-то части разделить? Я тот же, что его? Так, так. И будет убедиться человек. Где второе членение? Попрос, Jenni, Earn Here? Скажите, что не хочется? Попрос, đây не хочется. Не хочется, здесь не хочет. Чему здесь хочется, а здесь нет. Не спас, неделю не ради Много недели не ради, над тем, что за półцерад». А где, там, хочется, where it means, коленок. Там, где хочется вам разделить, там, где проходит граница слова, и это называется «словораздел». Вот это нужно записать. В сущности словоразделов много. Там, где кончилось слово, фонетическое слово, там прошел словораздел. Давайте подумаем, сколько их может быть в первой строчке. Я тот же. Где буду ставить границу словораздела? Я тот же. Я тот же. И все. Согласитесь? Почему не здесь, почему не здесь? Я тот же. Что и был. А дальше. И груду. Весь мой век. Можно и здесь, на самом деле, провести. Не. Ну, можно и не проводить. Не будет, да? Не путайте ставку, да? Не скот. Я у нас совершенно словораздел закончился. Да? Неделя. Неделя. Закончился? Нерава. 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 Неделя, которая еще раз делит... Стих снизу-вверх. Или сверху-в вниз. Правда? Но! Ее границы абсолютно не предсказуемы. Значит, это не стопа, правда? Это не что-нибудь еще. Нам с вами знакомо, это не так, скажем. Словораздел – это граница слова внутри стих. Граница слова. Но вот в чем дело. Она может быть постоянной, а может быть переменной. Что значит «постоянной»? Это значит, что, скажем, вот здесь, после определенного количества словов будет непременно происходить развес. И по-хорошему я могу написать эти строчки не в две, а в четыре. Я тот же, что и был, и буду весь мой век. Ни скоб, ни дерево, ни раб, ни человек. У меня получится странная вещь, но тем не менее слово должно колечаться здесь. Так, давайте проверим еще, например, шести стопного яма, которые у нас есть. Это не только душенька. Ну, давайте сначала на душеньке. Во всех ты душенька нарядах хороша. Дальше. Дальше. Прекрасным божеством. И только ты одна – прекраснее портрета. Еще примеры. Прекрасный, обязательно шести стопного? Лучше шести стопного. Там, где есть вот такая цезура. Это новый церковь у нас. Цезура. Муравьева. Мои стихи, мой друг, осенние листы, Родятся блёклой без живости и цвету, И, восхищаемый дыханием злых листы, Пренебрегаемый разносится по свету. Отлично. Скажи, есть ли здесь обязательное слово «разделка»? То есть слово кончается после какой-то стопы. Правда? Да. После какого-то ударения. Мои стихи, мой друг, осенние листы. Десять. Я вас уверен, что десять. Если в конце стиха, помните, Долженность к лаузу, окончание. Если в начале… Анатрус. Может быть с анатрусом. То где-то в середине стиха Может быть… Может быть… Цезура. Может быть… Цезура. И вот на самом деле, В отличие от этого стиха, И последнее. Вот это, я прошу вас запомнить. Цезура. Цезура – это разрез. Цезура – стих режем. Цезура – это обязательное слово «разделок». Это стоит записать. Обязательное слово «разделок». То есть слово закончилось. И в этом стихе, и в этом стихе, и в этом стихе, и в этом стихе. Далеко не всегда цезура делит стих на равные половины. Ну вот скажем, шести стопник легко разделить, конечно, на 3 плюс 3 стопника. Так. Можете всего? Шести стопник? Шести стопник. Два, два, два. Два, два, два. Можно. Но можно написать так. Чтобы после каждой второй стопы следовало бы цезура. Цезура. То есть слово бы кончалось. А еще можно написать. А еще можно написать. Это не так просто. Написать можно. Но попробуй. Еще. Четыре. Четыре. Плюс два. Конечно. Два. Пять. Плюс четыре. Пять и один. Пять и один. Совсем большая редкость. Попробуй. Попробуй. Это значит, что у цели. Что я не последний стопу. Да? Слово должно кончаться. В каждом втором случае. И тогда твои стихи можно было написать. Да? Пять плюс один. Пять плюс один. Пять плюс один. И так далее. Да? Итак. Главное, чтобы слово заканчивалось. Ни скот, ни дерево. Ни рап, ни человеку. Человечу. Да. Человечу. Человечу. Значит, «цезура» разрезает стих пополам. «Цезура» — родственное слово «цезарь», между прочим. Запомните так, «цезарь» — латинское «кайсор», помните, да? «Русская царь» — нечто жесткое. Обязательный слово раздел. Он делит стих где-нибудь, заставляет, чтобы слово закончилось там или не там. Насколько обязательно? И это зависит, как всегда, от кого? От автора. То есть, собственно говоря, от нас. Мы можем написать что-то цезурованным, скажем, явным. Восьми стопам. Или десяти стопам. Да хоть двенадцати стопам. Вот классический александрийский стих, в котором, кстати, написаны ваши примеры, да? Шестистопного ямба. Он предполагает непременную цезуру после третьей стопы. То есть, ровно пополам. И дальше то, что я уже читал, помните. И ныне лучшие мне дороги права. Вина лучшая, отрепнула свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам родила? Себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для левреи, не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, теряясь божественным природой красотам. И пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща, радостно, в восторгах, умиленья, вот счастье, вот ровно. Пушкин не заканчивает эти стихи. Он дает ему совершенно классическую форму. Ту классическую, на которой говорили героини трагедий русского XVIII века. На таком же французском говорили героини и герои трагедий века XVIII, XVII и XVI. По уже испанскому говорили герои трагедий вопеда веки. То есть за этим стоит огромная традиция. Это нам становится важно. И когда мы говорим стих Александрий, само название восходит к Александрии. Александрии. Когда-то египетской провинции. В сущности греческому стену. А здесь маленькая пауза.